Правда, ни о какой внимательности не может быть и речи, когда на голове вот такой аксессуар. Сейчас наушники стали не просто способом слушать музыку, но и модной частью образа. С одной стороны, вещь весьма удобная, когда находишься в обществе, но с другой, именно наушники могут стать причиной трагедии. Докажем это в нашей рубрике «АвтоХам». 21 век. Время современных технологий, огромного количества машин и нового вида пешеходного хамства. Некрасивое, а порой и опасное поведение на дороге позволяют себе люди в наушниках. Причем чаще других под машины попадает молодежь, которая приобщается к прекрасному в самых неподходящих для этого местах. Я слушаю музыку как-то подострение. Если мне хочется, чтобы было более меланхолично, соответственно, музыку слушаю. И, соответственно, и окрас города становится такой. А не мешает дорогу переходить? Я так и знаю, что вопрос будет. Да-да. Нет, потому что я стараюсь максимально. Я же вижу дорогу. Но для безопасности этого мало. Каждая десятая ДТП с пешеходом происходит из-за того, что в опасной ситуации люди просто не слышат сигналы водителей. Причем чаще всего аварии происходят на нерегулируемых пешеходных переходах. Какую музыку слушаете в лучшем? Сейчас, при переходе проезжей части. Не отвлекаю еще от дороги. Вам жанр назвать или что? Да, да. Конкретно песня. Ну, металл. Ну, разве может такая лирическая песня отвлечь внимание? Тем более, когда мощности современных наушников могли бы позавидовать профессиональные колонки прошлого века. Конечно, научный прогресс не стоит на месте. И использовать новинки, гаджеты при передвижении по городу, конечно, приятно. Гораздо приятнее, наверное, наслаждаться будет жизнью и крепким здоровьем, чем в один прекрасный момент мы просто не обратим внимания на опасность и произойдет ДТП. За два часа рейда произошло то, чего мы и опасались. Многие пешеходы просто не понимали, что громкая музыка в ушах создает реальную опасность. Многие, но не все. Ну, я предпочитаю рок и жанр рэпа – рэп-рейв. Когда есть светофор, то ты же видишь, когда надо переходить дорогу. А если светофора нет, то я снимаю наушники, смотрю, есть ли машины, и перехожу дорогу. Таких сознательных горожан на пешеходных переходах Иркутска мы сегодня встретили очень и очень мало. Но если быть точнее, то всего одну девочку. Подводя итоги сегодняшнему рейду, хочется отметить, что Иркутск – очень музыкальный город. Вот только вся проблема в том, что не всегда стремление к прекрасному совпадает с вопросами безопасности. Евгений Шоев, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова